Сейчас я приглашу Эмму, попробуем с ней вместе упаковывать гостские багаженьки, подарочки деткам, нашим гостям на день рождения. Я им в этот раз взяла вот такие головоломки, квадратики, в которых надо шарики закатывать, они все разные. Шарики я не знаю, посмотрим, и немножко сладостей. В подарок для Эммы у меня есть вот такой набор. Мой эстер экспериментиркастен на тургезетце ганс einfах. Это о природных явлениях. Объясняется, что как работает. Я не вникала еще особо, но вы видите, что тут как лупа работает. Эмма очень интересуется мыльные пузыри, там что-нибудь еще. Мы будем этим с ней, конечно же, вместе заниматься. Мне даже самой интересно, что там внутри, потому что я хочу, чтобы у нее развивалось аналитическое мышление. Дальше я ей подарю, наконец, эти фломастеры. Запрет на фломастеры пока что снимаю, но буду ее опять под присмотром, чтобы стены не изрисовала. И ей очень понравилась русалка, которую мы делали так. Я купила ей еще одну такую мозаику, мозгуми мозаик, чтобы она выкладывала. Она почти за раз ту русалочку выложила, для чего ей понравилось. Ну, в этот раз принцесса. Я купила вот такой вот кит, Pay Bay Box. Не знаю, что это означает, но там, в общем, такие декорации для фотографий. Внутри там все еще надо склеивать. Сейчас мы этим займемся. В общем, доставляют вот такие картонки. Там уже все вырезанное, только выдавить надо. И на палочки приклеить. О, а это что, чем приклеивать, да? Здорово, что все есть. Я, конечно, возьму не все, тут целая пачка всего, только некоторые. Вот, будем делать классные фотки на дни рождения. Для именного дня рождения мы сняли это помещение. Это детская кантина. Здесь вон даже почетная доска, у кого день рождения, того клеить серединку. Странно, что ему не наклеили, надо спросить. Здесь такая кухонка. Те готовят им обеды, завтраки. Здесь, в принципе, все есть, что и нам понадобится. Тут уже мои вещи. Разделение мысора и для детей. С самого детства их приучают к разделению. Такие детские столики. Там сад. И для воспитателя это, наверное, но мы тоже воспользуемся, родители будут у нас в этот раз. Есть тут также игрушечная детская кухня, где они могут поиграть. Мы вот эти штуки уберем подальше, чтобы можно было зайти. И сейчас начнем все украшать. Тут даже крюшечки повешены. Можно кое-что на крюшечки вывесить. Разделение здесь на девчачьи и мальчишеские туалеты. Интересно так. А где свет включается здесь? Вот. Довольно прикольно. Но доступности входа в остальной садик, там, где группы, там, где играют, конечно же, нет. Мы сокрыты. Ну, и нам и так хорошо. Здесь такой бар, или, как его называют, сервиз. Тут у них обычно кофе для воспитателей. И кружечки, и чай сейчас. И при входе вот такой небольшой гардеробчик. Будет удобно гостям здесь раздеться. Раздеться. Вот такой у меня получился тортик. Надеюсь, вкусный. Субтитры подогнал «Симон» Мы уже вернулись домой. Дети так хорошо наигрались, там набегались. И Эмма распаковывает, обыгрывает свои подарочки. Кружка вела себя очень хорошо. Я подоткнула одеялко, чтобы она не упала с кровати. И спала много, и настроение хорошее. Ну, слава богу. Вот, подарили вот такую игру от Play-Doh. Делать мороженое. Всякие разные прибамбасы. Тут очень-очень классные вафельные стаканчики. Да, Эмма, ты знаешь, как этим играть? Да. Эмма уже начала все это дело обыгрывать. Вот такие палочки именно для мороженого. А то мы деревянные палочки от Eskimo оставляли, мыли их, чтобы из пластилина делать, если помните. И такие цвета все красивые. Смотрите, петель, я заставляю оттуда палочку. И вот это я хочу. Вот это подходит. Ага. Потому что разовое время. Лаура, надо лево не лежать. Я хочу убираю вот это. Сейчас, Лаура, сейчас мы почти закончим. Убираю вот это. Открывай потом. Открываю. Ой, не получилось. Надо побольше пластилина наложить. Мало пластилина. Еще подарили вот такую вот игру. Это экспериментальная игра. Licht und Schatten. Тут задаются вопросами про свет. И очень много разных экспериментов. Мы уже открыли, посмотрели все, распечатали. 15 экспериментов со светом. Очень интересно. Дальше мы очень хотели. Нам подарили вот такие вот гелевые ручки. Очень разных цветов. Да, даже некоторые с блестками цвета. Как раз для девочки. М очень любит раскрашивать. Также про эксперименты вот такая вот книжка. Я так вкратце все рассказываю. Но думаю, если нам что-то понравится, об этом будет тогда отдельное видео, как всегда, на канале. Вот. И то, что Эмме очень понравилась русалка. Вот такая же фея. Москуми мозаик. Тоже все блестит. Очень красиво, Эмма. Эмма, ты довольна своими подарками? Да. Хороший день рождения? Да. Я очень рада, что торт всем понравился. Он вкусный, но много всего осталось лишним. И мне понравился. Тебе понравился. Вот примеры, как что можно делать. Прикольно. Даже с таким пластилином. И здесь вот что можно делать. Ну, пластилин Эмма может сама поиграть долго, да? А я займусь Лаурой, она больше не хочет лежать. Я уже сделала. Ну, давай. И готовое эскимо. Им надо получше слипнуться друг с другом. Наша крошечка. Сейчас ей чуть больше двух месяцев. И она уже минут пять лежит и пытается поймать этого единорога. Ухватить его рукой пытается. Такое мы видим впервые. Ну, прикольно. А, поймала. Так она старается. Так долго. Молодец. Вот так вот шарики светятся в темноте. Я думаю, сейчас на камере ничего не передается. Но вживую выглядит немножко как дискотека. Вот, поярче чуть-чуть. И, представляете, Эмма, ей было интересно, как так получается, что они светятся. Она притащила шарик в вилку и спросила меня, можно я его лопну. Конечно же, я не разрешила. Она ушла в другую комнату и лопнула. Потом принесла мне такую маленькую штучку и показала, говорит, мама, вот смотри. Ну, такая вот там маленькая фигнюшка. Ее хватает на сутки. Вот такой вот классный набор. Я даже не знаю, Happy People фирма, а называется Happy Pearls. Но это, конечно же, не жемчужины, а такие штучки. Мозаику собирать. Сейчас мы откроем, Эммочка будет играть. 10 тысяч штук. Ничего себе. Давайте рассмотрим, что Эмме еще подарили во второй день, пока она все не разлесла. Самое, что больше ей, кажется, вообще больше всего понравилось, это вот эта коробочка Эльзы и Анна. Там внутри шикарные хрустальные туфельки Ан, Эльзы. Они, конечно, из пластика. Они, конечно, жесткие. И в отзывах стояло, что вот эти кристаллы, они очень быстро отпадают. Ну ладно, это ребенку для души. Поиграть, повоображать, что ли. Я осталась довольна, в принципе, за такую цену нормально. И Эмма просто счастлива. Она из них не вылазила. Она пыталась в них бегать. Это, конечно, неудобно. Они и скользкие, и каблук. Но ее было трудно уговорить их снять. Очень трудно. Хотя у нее есть много красивых туфель. Они были запакованы вот в такую сумочку, каждый. И тут не написано что-то никакой фирмы, что это за фирма. Ну, в общем, из Амазона по они ей так понравились. У нас, кстати, фашинг будет в садике еще. И она хотела одеться Эльзой. И теперь у нее даже туфельки к этому есть. Вот. Я это называю свинячий восторг. Дальше. Я не помню, в прошлый раз показывала или нет. А то в другой день подарили гелевые ручки. Я что-то думала, они ей тоже очень понравятся. Они разноцветные, с блесками. Она один раз попробовала ими рисовать, но что-то пока не оценила. Возможно, это придет со временем. Чемоданчик, кстати, удобный. Пятиминутные истории про свинку Пеппо. Такая солидная книжка вообще. Плотная и короткие истории, например, читать перед сном. Да, надо будет обновить нашу библиотеку. Старые книжки убрать уже, а все вот эти подаренные, новые добавить туда. Еще один сет подарили от Play Doh. Вот такие бургеры и хот-доги. И помесь тут можно делать. Ну, очень классно. Она самым первым делом распечатывает такие наборы. Играет, разбрасывает пластилин, он засыхает, она ничего не прибирает. Мама в трансе. Но так оно и бывает. Ничего страшного. Главное, что она счастлива. Потом подарили такой набор столовый. У нас, кстати, у им и есть свой набор столовый. Мы постоянно пользуемся. Это очень хорошая, удобная вещь. Особенно мне нравится, что вот для детей такая ложка суповая. Чуть больше, чем маленькая, но меньше, чем взрослая. А то ребенку совсем чайной ложкой трудно суп кушать. Будем пользоваться. Дальше подарили вот такие мозаики или как их назвать? Бусинки. Iron on Beats. А, Bugle Perle на немецком называется. У нас очень просто большой набор. И вот эти вот, как сказать, к ним дополнительно. Кто-то подарил еще вот для купания такую штуку. Это Sprudelbad. Какой-то кусочек там, наверное, бросаешь его, и он пенится. Неправильно сказала, не пенится, а бурлит. Подарили вот такой клевый Лоли. У нее глаза увеличились от удовольствия. Ну, я его быстро сапцарапала. Выдам потом, чтобы не на один день все сладкое сразу. Подарили вот такую игру. Да, из Дэр Вундрин. Я не знаю, как в нее играть. Мы еще в какой-то спокойный вечер распакуем, почитаем инструкцию, поиграем. Я очень люблю такие гизель шапс шпиля. Будем с ними играть вместе. А, кстати, со скольки лет тут... А, вот здесь есть, что это с четырех лет. От двух до четырех игроков. Ну, ясно. Ну, прикольно. Еще и подарили вот такой набор. Надо идти в киллер и доставать наш штифт. Той штифт. Потому что мы его уже благополучно убрали. Ну, вот видите, опять пригодится. И вот такой рюкзачок. Такой рюкзачок она сама хотела. Она прям смотрит на него. Мама, смотри, тут все блестит. Тут как и ним покрыта картинка. Я не знаю, камера вроде не передает. Вот это. И тут все блестит. Ну, у девчачи такой очень классный рюкзак. Она мечтала о рюкзаке Эльза. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА